Приветствую вас, кто в прямом эфире, кто в записи, приветствую во имя Иисуса Христа. Пусть вас Бог благословит. Откройте свое сердце для того, чтобы слышать Слово Божье, потому что это самое главное в жизни. Вначале было Слово. Все, что мы видим на земле, этого ничего не было. Ничего не было. И все это произошло только благодаря Слову, потому что Бог говорил Слово. Если в вашей жизни ничего нет, у вас есть хорошая возможность сделать эксперимент. Пустите Слово Божье в вашу жизнь. Позвольте Богу говорить ваше сердце. И принимайте это выше всякого мнения, выше своего мнения. Если вам Бог что-то говорит, соглашайтесь с этим. Соглашайтесь, это для вас лучше. Написано, что тьма была по всей земле. А Бог сказал, да будет свет. Свет стал. Тьма не может противостоять Свету. Нет такой силы, которая может противостоять Слову Божьему. И только у человека есть свободная воля, которая может Богу отказывать. Тема проповеди будет называться «Единственная проблема мира». Мы думаем, что в жизни людей есть такие проблемы. Кто-то говорит, помолитесь за это, кто-то говорит, помолитесь за это. Мы таки думаем, что у людей проблемы. И надо решать, скорее надо решать проблемы. Я вам скажу, что есть главная проблема, на которую никто не обращает внимания. Все обращают внимание, человек заболел. Все обращают внимание, человек одинок. там у человека нету денег помолитесь чтобы деньги были послушайте не это главная проблема главная проблема мира мира глобальная проблема человечества это грех должен был сегодня остаться дома но я сказал что это эту тему я не пропущу я знаю что дьявол не хочет чтобы люди слышали о грехе он не хочет потому что это его продукт это это то через что он уводит человека от бога если все в твоей жизни хорошо но есть грех то все очень плохо друзья я не хочу ввести вас печальное состояние я не хочу как бы вновь и вновь вводить вас но я понимаю что это актуально сегодня мир абсолютно лежит во грехе написано весь мир лежит во зле весь это иисус сказал во грехе верующие тоже на половину во грехе многие я объясню что я имею ввиду грех это не то что у тебя в кармане лежит что взял и выложил грех живет сердце человека грех стал частью человека вот почему так опасно иметь грех в своей жизни допускать грех своей жизни мы хозяева первый раз упоминание о грехе идет в бытие когда каин возненавидел брата своего за то что тот был более успешным и бог его дары принял а его нет его брата принял и он возненавидел брата и грех пришел и бог знаете что после этого пришел и разговаривал с каином и он говорит грех лежит у дверей сердца твоего грех лежит но ты господству над ним бог дал четкую инструкцию грех еще не вошел так сильно на землю он еще не мог царствовать он вошел через адама и еуда они согрешили и вот он дальше стал мутировать распространяться и бог сказал и господству над ним вот как люди должны относиться к греху господствовать над ним не позволять греху брать контроль над ним и что сделал каин что он сделал он сделал с точностью все наоборот он впустил свой этот грех который был и этим инородным грех никогда не был частью человека грех не является творением божьим грех это что-то чуждое для бога для небес это как знаете сбой это как ошибка матфея 15 главе 19 стихе говорится ибо из сердца исходят злые помыслы убийство прелюбодеяние любодеяние кражи лже свидетельство хуление иисус сказал из сердца фарисеи говорили о твои ученики не помыли руки это такая беда перед едой не помыли руки скоро скорее скорее надо покаяться иисус говорит вы не понимаете что есть более страшные вещи и он стал указывать на их сердца он стал указывать я хочу объяснить что мы не можем легкомысляно относиться к греху грех находится в сердце человека а сердца человека это самая видимая часть у человека в духовном мире в духовном мире сердце невозможно спрятать например вы мое сердце сейчас мой дух не видите вы физически на меня смотрите но духовный мир он видит сразу что находится в сердце человека при возношении Возвращение, гордость, ненависть, прелюбодеяние какое-то, кража, ложь, воровство и еще там разные грехи. Мы должны будем сегодня, когда мы услышим эту тему, эта тема не для того, чтобы много было просмотров. Эта тема как предупреждение для кого-то. Последнее предупреждение для кого-то. Потому что человек, имеющий грех в своем сердце, хоть какой, он не может пойти на небеса. И мы знаем, что да, мы через веру в Иисуса Христа получили спасение. Да, мы его получили, знаешь. Да, ты купил машину, а что ты с ней сделал? Потому что ты разбил ее. Многие люди, знаете, приобретают машину, но потом разбивают или разбиваются на ней. И все. То, что ты однажды получил спасение, и твое сердце было омыто кровью Иисуса Христа, это еще не говорит о том, что ты дошел до небес. И к небесам вся твоя жизнь должна быть подготовкой. Вся твоя жизнь должна быть подготовкой к вечности. Вся жизнь. Каждый день. Каждое мгновение. Дисциплина должна быть у христианина. Нельзя расслабляться. Нельзя позволять. Нельзя говорить, я свободный человек. Живу, как хочу. Туда смотрю. Об этом думаю. Я должен настраивать себя. И я должен понимать, что если Каин прогорел, если Адам с Евой прогорели, понимаете, когда они недооценивали силу греха, то представьте, небеса, я хочу напомнить христианству, я хочу напомнить многим верующим, что небеса это не халявное место, куда попадает любой человек. Туда попадает меньшее количество людей. Меньше. Написано, что есть узок путь, ведущий в жизнь вечную, есть широкие врата, ведущие в погибель. Написано, ноги идут ими. Многие. Чтобы тебе попасть на небеса в конце твоей жизни, ты же не знаешь, как твоя жизнь закончится. Ты же думаешь, что ты можешь играть с миром, ты можешь быть верующим, ты можешь играть со грехом. Ты уже обманут. Ты уже обманут. Ты уже на небо не идешь. Послушай, Иисус говорил, а Иисуса надо слушать. Это сто процентов, кого можно слушать. Он говорил, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Это означает верующие. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Послушай, если ты, христианин, грешишь, то это не является волей Отца Небесного. Если в твоем сердце есть грех. Если ты допускаешь, как бы снисходишь. Этого не должно быть абсолютно. Каким ты должен быть? Каким ты должен быть? Ты должен быть абсолютно чистым человеком. Абсолютно святым человеком. Как это возможно при такой жизни, когда вокруг идет одна реклама греха? Как это возможно? Я вам скажу, это возможно только благодаря Иисусу Христу. Сердце человека является самой видимой частью человека в духовном мире. Именно сердце. И что в сердце видно сразу. Если там есть любовь к миру, любовь к греху. Это видно сразу. Что нужно сделать человеку? Человеку нужно опокаяться. Человеку нужно отвергнуть, возненавидеть грех. Проблема у людей, что они любят грех. Чтобы от греха избавиться, тебе его нужно возненавидеть. А как ты возненавидишь, если ты его любишь? Как? Ты должен увидеть последствия греха. Ты должен увидеть даунов. Ты должен увидеть аборты. Ты должен увидеть детские дома, приюты. Ты должен увидеть дискотеки. Как заканчиваются потом. Ты должен увидеть, как живет молодежь. Как она живет. Как живут взрослые. Живут так, что Иисус им не нужен. Религия. Послушайте, мы не можем использовать Иисуса Христа только для того, чтобы избавиться от греха. Иисус, приди, скорей приди. Знаете, как джин. Приди, освободи меня от греха, потому что я знаю, что из-за греха я пойду в ад. Да, ты из-за греха пойдешь в ад. Ни по какой другой причине. Ты пойдешь не из-за греха соседа твоего, а из-за того греха, который ты сам лично делаешь. Ты не сможешь оправдаться, потому что ты делаешь это. У тебя не будет алиби. Потому что ты не сможешь. Это ты делаешь. И тебе не остановиться. Вот почему сегодня эта проповедь звучит. Чтобы ты призвал Иисуса Христа. И Он пришел в твое сердце. Мы только что прочитали, что из сердца исходят злые помыслы. Все негативные мысли. Зависть, ненависть, корость и так далее. Убийство. Послушайте, ни один убийца не родился убийцей. Все рождаются красивыми, маленькими, хорошенькими, зацелованными детьми. Но кто-то потом становится прелюбодеем, гордецом. Кто-то становится убийцей, вором, лжесвидетелем. Все это Иисус здесь говорит. И злые помыслы исходят из сердца. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление, мат-перемат. Вот именно грех, это не та вещь, которую ты выложил из кармана. И все, я иду на небеса. Он живет в тебе. Он часть твоей жизни, твоего разума. Ты пойми, он как рак. Он распространился. Он не может так выйти просто из твоей жизни. Тебе нужно закричать к Иисусу. Тебе нужно воззвать к Богу. Чтобы он, потому что ты сам от греха избавиться не можешь. Есть многие верующие, которые знают, что они грешат. Но они ничего не могут сделать. Потому что грех имеет силу. Грех это сила, которая идет против Бога. Она не дает приблизиться к Богу. Ни к чему святому. Она не дает. Вот почему суд будет людям. Потому что Бог пришел в этот мир. Но люди что? Возлюбили больше тьму. Почему? Потому что дела их были злые. И всякий, делающий зло, не идет к свету. Не идет. Ненавидит свет. Ненавидит ничего святое. Что нужно делать сегодня? Нужно взывать к Иисусу, потому что только Он победил грех. И Он должен прийти вот на это место, где прелюбодеяние, где вот эти кражи и так далее, где грехи человека зарождаются. Они внутри, внутри зарождаются. Вот именно туда, в самую видимую часть человека, должен прийти Иисус. И вот если этого не произойдет, то многие обмануты, многие верующие обмануты, думают, что они идут на небеса. Вы не идете на небеса. Вы идете в ад. Ад полон верующими людьми. Вы поймите, что небеса, это не просто страна, куда ты взял и приехал. Это святое место. Там святой Бог. Туда Библия говорит, ничто нечистое не войдет. Абсолютно. Ничто нечистое не войдет. Вот, Господь, а если у меня что-то такое маленькое, нечистое, я вот видимые такие грехи не делаю. Вот это и есть наша беда. Вот это и есть наша ошибка. Потому что мы считаем именно пьяниц грешниками. Мы считаем вот, о, грабитель это грешник. О, вот этот грешник курит. О, это точно грешник. Неужели вы думаете, что видимые грехи – это большие грехи, чем невидимые? Невидимые грехи больше, чем видимые. Потому что ты не знаешь, кто в твоем сердце и что в твоем сердце. И что я вижу, что я замечаю? Что многие, многие верующие использовали Иисуса только для того, чтобы освободиться от греха, и больше им Иисус не нужен. Вы представьте, как это опасно. Как это, я бы сказал, жестоко. Что сам Иисус им не нужен. Многие же умные люди. И мы с вами, мы умные люди. Мы же не глупые. Мы же понимаем, что если мне на небеса не попасть, мне нужна кровь Иисуса. И я Иисуса использую только в личных корыстных целях, чтобы мне не пойти в ад. Это как бы правильно, потому что без Иисуса я не могу пойти на небеса. Мне нужна его кровь, чтобы только она смыла грехи. Но, когда человек останавливается, зациклен только на себе, на эгоизме, на эгоцентризме, все вокруг него, о, теперь меня Иисус омыл от грехов, я теперь не иду в ад, я иду на небеса, все, давай, Иисус, до свидания. И вот это и есть беда. И человек не знает, что он в этот же самый момент уже оторвался от поезда. Уже последствия греха вечны и катастрофически. Еще проблема людей такая. Они смотрят на улыбающийся мир, на хорошо развивающийся мир. И они думают, что вот так всегда все и будет. Я вам говорю, что многие важные вещи, которые для нас сейчас важны, никакой важности и ценности не будут иметь вечности. Никакой. И многие сегодня недооценивают Иисуса Христа, личности Иисуса Христа, Сына Божьего. Недооценивают. Они думают, что они могут жить без Него. Многие думают, мне не нужна церковь, я могу не ходить на собрания. Ты не понимаешь, что ты уже во грехе. Ты в сети. Вот просто представь, что если у тебя нету веской причины не идти на собрание, ты такой, ну я не пойду на собрание, ну так мелочь какая-то появилась там. Ты представь, что в этот момент ты попадаешь на другое собрание. Когда ты не идешь в собрание праведных, ты попадаешь в собрание нечестивых. Ты не пропускаешь собрание, ты просто заменяешь его. И в этом есть беда. Ты можешь быть хорошим, успешным, умным человеком. Ты можешь быть. И есть очень много таких людей. Но поверьте, грех все портит. И многие люди живут беспечно. Заботятся только об этой жизни на земле. Почему? Потому что у них нет информации. И поэтому я таких людей не ругаю, которые не имеют информацию. Я просто информирую. Других людей я могу поругать. Верующих. Которые все уже поняли и все равно заигрывают с миром. Послушайте, многие люди, смотришь, как они для семьи трудятся. Как они учатся в институтах. Чтобы хорошая работа. Чтобы жене можно было все обеспечивать. Детям все наперед продумывают. Кредиты берут. Обеспечивают семью свое будущее. Будущее своих детей. Подарки хорошие делают. Вот все поймите. И это все хорошо. Но вот эта забота об этой жизни остается только в этой жизни. А у человека эта жизнь, это как проход. Ты как проходишь здесь. Это как проходная комната. Это коридор. Ты входишь в дом, ты в коридоре, никогда не останавливаешься. Ты что-то сделал, какие-то дела, скинул вещи. Ты дальше идешь. Послушай, твоя жизнь это коридор. Это прихожая. Грех имеет природу бунта. Отец греха. Тот, кто согрешил первый. Это дьявол. Это личность. Падший ангел. Все, кто делают грех, делают именно его волю. Хочешь ты это осознавать или не хочешь, ты делаешь то, что хочет он, не то, что хочет Отец Небесный, как Иисус сказал. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Сколько сегодня верующих говорят Господи? Господи, 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 Господи. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Думают, что это поможет им как-то. Чем больше они скажут, Господи, это поможет им. Послушайте, очень важно, что живет в твоем сердце. Потому что пред духовным миром спрятаться невозможно. Бог и дьявол, и все духовные существа, они видят, что находится в твоем сердце. Если там нету Христа, оно, сердце человека, наполнено грехом. Поэтому шансов на будущее, послушайте, шансов на будущее у таких людей нет. Есть только на страшное будущее. Никто в своем здравом уме не хочет пожелать себе плохого будущего. Никто. Мы все хотим хорошей жизни. Не только сейчас, но и в будущем. Это единственная проблема, с которой человек должен разобраться. Сегодня, сейчас, не завтра. Если ты завтра решил разбираться, ты уже пойман, ты уже обманут, ты не понял, значит, темы. Что завтра у тебя нет, у тебя есть сейчас. Сейчас у тебя есть. И тебе нужно разобраться с грехом. Каким образом? Возвать Иисусу. Как это сделал грешник. Вот просто представьте себе, только что я говорил, небеса это святое место, и грешники туда войти не могут. Там святой Бог, там святые люди, святые ангелы. Туда никакой грешник войти не может. Грешнику Иисус на кресте, когда был распят, говорит, сегодня же будешь со мною в раю. А почему? Почему грешнику он пообещал? Ведь грешники туда попасть не могут. А потому, потому что грешник обратился к Иисусу за помощью. И вот в этот момент проливалась кровь Иисуса Креста на кресте, способная сделать из этого грешника святого. Когда мы приходим, взываем к Иисусу, то его кровь омывает нас от всякого греха. От всякого греха. И важно здесь не закончить, а развивать свои отношения со Христом. Многие получили вот этот момент благодати. О, классно! Иисус омыл меня. Просто представьте, представьте, если когда человек носит грех в своем сердце, от греха идет последствия. От греха идет смерть. И человек, он носит тяжесть внутри. Когда Иисус очищает от греха человека, человек переживает благодать, такое хорошее настроение. Он такую легкость, он не может это передать. Он такое блаженство переживает. Просто представьте, вот эти грехи, которые мучили человека, жили, он носил. Все это Иисус забирает. Теперь он становится святым. И человек недооценивает Иисуса. Он думает, что теперь Иисус за него все будет делать. Нет. Тебе нужно поверить в Иисуса. Тебе нужно сохранить его в своем сердце, чтобы туда никто не пришел. Потому что в Библии написано, когда бес выходит из человека, а когда он выходит, то когда его выгоняют именем Иисуса, то этот бес, он выходит недалеко и прячется, и ждет своего времени. И по недолгом времени он говорит, я вернусь и посмотрю. Знаете, он же не глупый бес. Он же понимает, что если он вернулся, а там Иисус, он же не будет туда заходить. Он не может туда зайти. Там Иисус, там поклонение, там вера в Бога, там Слово Божие и молитва. А если там Иисуса нету? А если там мир? Там сплошной интернет. Все. Бес вошел. Ты даже не почувствуешь, как он войдет. У тебя потом не будет желания идти в церковь, не будет желания идти на молитву. Ты сейчас отговорок. Ты не понимаешь, как ты издеваешься над собою. Люди, которые грешат, издеваются над собою. Люди, которые прославляют Бога, они не могут в этот момент грешить. Вот почему нужно больше занятым быть Словом Божьим, молитвой. Потому что тебе некогда будет. И бесы, они не будут атаковать тебя. Плюс ко всему, ты будешь иметь радость, блаженство. Ты будешь иметь счастье. Ты будешь иметь хорошее настроение, удовлетворение. Потому что греха нету. Это счастье, это рай. Это блаженство. Свобода, истинная свобода, это там, где нету греха. Никакого греха нету. Вы поймите, что мы сами от грехов избавиться не можем. Мы должны уяснить такую важную вещь, что я, если делаю грех, то я страшный, падший грешник. Я не чуть-чуть культурный грешник. Я согрешил. Но я же не сделал плохого греха, ужасного греха. Это ты будешь на суде Божьем уже там что-то доказывать. И ничего ты не докажешь. Потому что с Богом спорить бесполезно. Иисус сказал, многие скажут мне в тот день, и я им все равно скажу, пошли вон отсюда. Вот так Иисус скажет. Он скажет, арестуйте их и выбросите их в ад. В озеро Огненное. Там будет плач и скрежет зубов. Бог продолжает любить человека с самой сильной любовью. Можно сказать, безумной любовью. Так сильно Бог любит человека. И Он дарит вам свой дар, с которым вы сможете пройти про жизни. Это своего Сына. Он дарит вам этот подарок. И если вы пренебрегаете им или откладываете, то Он ничего другого сделать для вас уже больше не сможет. Те, кому надо покаяться, покайтесь. Покаяние – это разворот на 180 градусов. Покаяние – это не просто сожаление о грехе, о содеянном. Покаяние – это разворот. Если тебе надо развернуться, уйти – уйди. Уйди от того, где ты сейчас. Просто поверь, что есть вечность, и тебе нужно готовиться к ней. И ты не должен заигрывать с грехом. Потому что он заводит дальше, чем ты планируешь идти. От него последствия хуже, чем ты можешь себе представить. Дорогая – это разворот.